Илон Маск, твёрдо решивший сбежать в один прекрасный день с Земли на Марс, упорно продолжает идти к своей цели, работая над космическим кораблём «Старшип», способным взлетать, выполнять полёт в космическом пространстве и совершать управляемую посадку на Землю, Луну или Марс. Недавно 15-й прототип ракеты смог совершить успешный тестовый взлёт и посадку. А пока весь мир ожидает новых испытаний, мы с вами взглянем внутрь «Старшип» и посмотрим, как здесь всё устроено. В отличие от предыдущих версий, «Старшип» одновременно является летательным аппаратом второй ступени, используемой для достижения орбитальной скорости при запуске с Земли, и многоразовым космическим аппаратом. Для взлёта с Земли в качестве первой ступени будет использоваться многоразовая сверхтяжёлая ракета-носитель «Супер Хэви». Корабль будет доступен минимум в четырёх модификациях. Космический корабль «Старшип» – полностью многоразовая транспортная система, предназначенная для перевозки экипажа и грузов на околоземную орбиту, Луну, Марс и далее. Корабль использует сверхтяжёлую ракету «Супер Хэви» для доставки грузов и экипажа на околоземную орбиту и в состоянии самостоятельно осуществить взлёт и посадку на Луну и Марс. Лунный посадочный модуль «Старшип Лунар Лендер» – разрабатываемая по заказу НАСА версия пилотируемого корабля, способного перевозить экипаж с низкой околоземной орбиты до лунной орбитальной станции «Гейтвей» и между станцией и поверхностью Луны. Топливный танкер «Старшип Танкер» для доставки топлива на орбиту, где предполагается разместить топливное депо для дозаправки, необходимые для длительных перелётов. Транспортный корабль «Старшип Карго» с огромным отсеком для полезной нагрузки. Финальный вариант многоразового корабля «Старшип» вместе со ступенью «Супер Хэви» будет иметь высоту около 120 метров, диаметр 9 метров и стартовую массу до 5000 тонн. Грузоподъёмность конструкторы хотят довести до 150 тонн. Планируется, что корабль сможет брать на борт до 100 человек. Если сравнить с другими тяжёлыми ракетами «Маска», «Дрэгон» и «Фэлкон», то «Старшип» среди них имеет наибольшую высоту и стартовую массу и вдвое превосходит собратьев по тяге. Стоимость ракеты составит 8 миллиардов долларов, а каждый запуск будет обходиться в 2 миллиона долларов. По мнению инженеров SpaceX, лучшим материалом для производства «Старшип» является нержавеющая легированная сталь 304L с добавлением хрома и никеля. Основная причина то, что построить корпус ракеты с использованием нержавеющей стали гораздо проще, чем из алюминия, углеродного волокна и прочих материалов. Корпус из карбоновой нити и алюминия будет намного легче стального. Ну а разработка в этом случае затянется, а «Маск» хочет реализовать свои планы как можно быстрее. Кроме того, у стали есть и другие преимущества. Так она значительно дешевле современных космических материалов. К примеру, 1 килограмм углеродного волокна стоит около 135 долларов. При создании корпуса ракеты весь объём этого материала использовать не получится, и около 35% карбона пойдёт в брак. Поэтому условная стоимость его увеличивается до 200 долларов за килограмм. А вот килограмм листовой стали обходится всего в 3 доллара. Кроме того, нержавеющая сталь, специализированный сплав лучше выносит перепады температур. Сталь без проблем справится с температурой в 800 градусов Цельсия, чем не могут похвастаться алюминий и углерод. Последний начинает деформироваться уже при температуре в 150 градусов Цельсия. Алюминий плавится при 660 градусах. А теперь давайте заглянем внутрь этой стальной трубы. В носовом обтекателе расположен отсек для поездок. Сейчас у прототипов это место оставлено пустым, но при проведении дальнейших испытаний здесь разместят многофункциональный грузовой отсек. Когда же ракета начнёт выполнять свою прямую функцию – доставку людей и грузов на Марс, здесь будут располагаться пассажиры. Внутри ракета будет разделена на несколько уровней. Складские помещения, места для экипажа, зона для занятий, кухня, ванная комната и многое другое. Самый высокий уровень звездолёта будет служить палубой для экипажа и одновременно смотровой площадкой. Подняться сюда можно на лифте. Здесь по кругу расположено 20 кресел, зарезервированных для команды корабля и научных сотрудников. Сами же сидения такие же, как у SpaceX Dragon 2. Их можно сложить в пол, открыть скрытые панели на стенах и превратить комнату в смотровую площадку. Уровнем ниже располагаются комнаты для развлечений, без которых не обойтись, так как полёт на Марс займёт 7 месяцев. Пассажиры даже смогут наслаждаться здесь концертами. Ещё ниже находятся каюты первого класса, сгруппированные в пять секций, по четыре кабинки в каждой. Сами помещения напоминают комнаты в японских отелях, правда ценник на них куда дороже. Ведь стоимость обычного билета на Марс будет составлять 200 тысяч долларов, а билеты в первый класс и вовсе один миллион. В каждой каюте есть свой иллюминатор. Так что пассажиры смогут наблюдать за звёздами. Уровнем ниже располагается ресторан. Чтобы тарелки не летали по салону, в столах встроены магниты. На следующем уровне находится тренажёрный зал и ванная. А сразу под ними общий салон для тех, кто не смог раскошелиться на миллион. Общий салон состоит из трёх этажей. Именно здесь большинство пассажиров будут спать и проводить большую часть времени. Ну и, наконец, в самом низу ракеты предусмотрены места для багажа. Согласитесь, даже виртуальное посещение космического корабля Starship впечатляет. Можете себе представить, как грандиозно это выглядит в реальности? Благодаря усилиям SpaceX Марс стал настолько ближе к нам, что многие уже задумываются, какой багаж брать с собой в полёт на Красную планету. А что бы вы взяли с собой в космическое путешествие? Напишите в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!